Есть, если говорить о талантах, есть ли в России сегодня режиссеры мирового уровня? Да, и очень много. У нас вообще все хорошо с кино, я уже говорил об этом. Это непопулярная точка зрения. Просто, ну да, это непопулярная точка зрения, и общее представление заключается в том, что это совсем не так. Как можно переубедить тех, кто уверен, что все... Я готов, любой, кто думает так, пусть ко мне придет, я его за 15 минут смогу переубедить. У нас есть несколько минут до конца. Пожалуйста, назовите мне, пожалуйста, на вскидку пятерых современных итальянских режиссеров мирового класса. Не смогу. Английских. Я здесь плохой... Нет, вы должны знать. Немецких, французских. Каждый, кто смотрит, кто не является специалистом по этим кинематографиям, назовет вам три фамилии максимум. Я сам могу назвать три или четыре, на вскидку, не больше. Ну, немножко подумав пять. Теперь, люди, которые смотрят кино и им интересуются, не только там голливудское, все знают фамилии и фильмы. Сокурова, Звягинцева, Серебренникова, Федорченко, Германом-младшего на сегодняшний день. Многие смотрели Хлебникова, Попогребского, Мезгирева. Это все фильмы, которые были Юрия Быкова, которые были на международных фестивалях, получали там призы, выходили в прокат в европейских странах или в Америке. С десяток фамилий можно назвать. Много вы смотрели коммерческих китайских фильмов в прокате? Примерно ноль. А Китай смотрел фильм «Лед», фильм «Защитника», который там провалился, фильм «Притяжение», фильм «Движение вверх». И довольно хорошо и успешно это там прошло. Везде в мире знает Бакмамбетова, он уже снимает в Голливуде. Да? Чем же тогда можно объяснить этот стереотип восприятия, что ли? Ну, недостатком образования. Обычно люди, которые говорят, ну русское кино же это дрянь. Я говорю, да, да. Напомни, за этот год ты какие плохие русские фильмы видел? Ой, я в кино вообще не хожу. Я один попробовал скачать, ну я до середины досмотрел. А почему ты этот фильм выбрал? Ну не знаю, говорили плохое. Говорю, зачем ты его смотрел? Ну, так поржать чисто. Бэткомедиан про него обзор сделал. Все. В основном в этом судят люди, которые не смотрят никакого кино. Ну, они имеют право, это их дело. Но просто это смехотворные выводы, которые делаются на пустом месте.